Полноценный тренировочный день. Теперь не скажешь, насколько он был сложен первоначально для Артема Багарова. Он имеет дефект речи. Говорит терминология медицины и народа, он глухонемой. Однако это совсем не мешает ему вести здоровый образ жизни, быть счастливым и радоваться жизни. Тэквондон это его спорт. Удары ногами, прыжки, именно здесь его спокойствие. Я высокий и мне нравится тэквондо. И это хорошо. Ногами работать удобно. Четыре года Артем посещает секцию тэквондо. Все начиналось с трудностей, но понимания. Наставникам приходилось первоначально объяснять приемы, работать и углубленно с каждым движением спортсмена. Однако сегодня все доведено до машинальности. Артем, он по губам может читать. И чуть-чуть, вот то, что он когда раньше разговаривал, вот эта речь у него чуть сохранилась. И поэтому он чуть-чуть как бы разговаривает. Ему и понравился этот вид спорта, и для его жизни тоже это помогло для семьи. Вот сейчас он этим видом спорта, он живет. Менингит. Именно эта болезнь не помешала Артему говорить полноценно. И именно спорт дал ему новую жизнь. Он придерживается лозунга. Чем больше ты спортсмен, тем меньше инвалид. Сегодня ему еще и удается обучать молодое подрастающее поколение, показывая на личном примере упражнения, которые дети повторяют. А главное, семья его полностью поддерживает. Мне здесь очень нравится. У меня есть дом, дети. У меня их трое. И тренировки, и соревнования, и дома помогать нужно. Маме помочь, детям кушать нужно. Мне здесь помогают. На все соревнования я езжу. Он и вправду ездит на все турниры. Пробует, старается, и все получается успешно. Чемпион России по ассордо тэквондо, серебряный призер чемпионата мира, есть десятки побед на республиканских турнирах и даже международных. Все силы направлены наставниками, руководством спортивной школы имени Шамилева Маканова на то, чтобы спортсмен в свое время смог выступить на Паралимпийских играх. Ведь он человек с немного ограниченной возможностью. Однако, имея безграничные способности, Артем Багаров. Арслан Дациев, Алмазхан Амаев, информационная программа «Пульс».